Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Слово». Очень часто в жизни мы сталкиваемся с ситуацией, когда не можем совладать со своими чувствами и даже понимаем, что, поддаваясь этим чувствам, мы можем себе навредить. Но, тем не менее, не слушаем голос разума. Почему же происходит конфликт между чувствами и разумом? Об этом мы поговорим с кандидатом биологических наук, преподавателем биоэтики Санкт-Петербургской духовной академии, протеереем Константином Константиновым. Отец Константин на протяжении многих лет был старшим научным сотрудником физиологического отдела имени Павлова в Институте экспериментальной медицины. Здравствуйте, отец Константин! Здравствуйте, Катя! Почему же наш разум не властен над чувствами? Для начала необходимо сказать вот что. Так было не всегда. Первозданный человек, первые люди, первый Адам, был существом совершенным, человеком совершенным, в котором в гармонии находились все силы его души. Ну, подчеркнем, о каких силах идет речь. Как правило, святые отцы упоминают три основные силы души. Переводя на современный язык, можно их обозначить так, что это воля, это разум, это чувство. С момента грехопадения вот эти три силы пришли в разлад между собой. То есть между ними возник, можно сказать, диссонанс или раскол между ними. Они оказались в состоянии, как вот в басне Крылова, лебедь, рак и щука. Вот кто куда тянет, в разные стороны. Изначально так не было, вот подчеркнем. Изначально человек – существо целостное, в котором все силы, свойства души находятся в гармоничных отношениях друг с другом. Но вот после грехопадения ситуация кардинально изменилась. И вот святая отцы подчеркивают, что враг рода человеческого не под силу ему уничтожить человеческую природу, но оказался под силу, по силам исказить человеческую природу. И вот искажение человеческой природы отчасти заключается в том, что соотношение сил души, вот основных сил души, подчеркнем, разума, чувства, воли, пришли в разлад. Вот этот момент очень хорошо выразил в послании к римлянам апостол Павел. «Не то делаю, что хочу, что ненавижу, то делаю». Это сказал апостол Павел. Вот в этой фразе видно противоречие между моими поступками, или, скажем так, между моими волениями, или устремлением моей воли, и того, что я хочу. Но интересно отметить, это тогда, почти 2000 лет назад, апостол Павел говорил о том, что он не делает того, что хочет. Современный человек как раз делает то, что он хочет. Но хочет он греха. Вот в чем дело. Понимаете? То есть современный человек очень часто, не задумываясь, отдается на волю чувств, то есть принимает их за истину, и даже не пытаясь весьма часто анализировать эти чувства, не пытаясь давать им нравственную оценку, подчиняется воле этим чувствам. Но человек, который дает оценку этим чувствам, например, видит, что чувства греховные, что они служат усложнению или ублажению плоти, плотским желаниям, даже давая оценку, очень часто себе вынужден признаться, что не в силах им противостоять. Почему возникает такая ситуация? Дело в том, что чувства или влечения человека, говоря языком физиологии или психофизиологии, это, скажем так, мотивационная сфера нашей психической деятельности или нашего поведения, которая, в свою очередь, зиждется на реальных биологических потребностях. Опять подчеркнем духовный момент, что вот эта ситуация возникла после грехопадения, когда силы, душевные силы человека становятся подчиненными плотским тенденциям, исключительно материальным тенденциям. Вот, изначально так не было. Весьма интересно, например, апостол Ян Богослов в послании говорит вот о том моменте о похоти плоти, похоти очей. Да, то есть это вот, ну и говорит еще о гордости житейской, это как бы основные тенденции, которыми обуреваема душа уже падшего человека. Итак, наши потребности в настоящий момент в большей мере процентов на 90 или на 99 в основном обусловлены биологическими потребностями. Отсюда возникает мотивация, соответствующая, которую призна удовлетворить эти биологические потребности. Отсюда и соответствующие чувства, которым противостоять разуму очень тяжело. И получается, что разум находится в состоянии подчиненным по отношению к чувствам и к этим биологическим потребностям. Хорошо, а где зарождаются эти чувства? В голове или в сердце? В вопросе, да, звучат слова «голова» или «сердце». Конечно, как бы постановка вопроса предполагает уже определенный контекст. Вы говорите «голова». То есть, наверное, подразумеваете деятельность мозга. Если, значит, во второй части деятельность мозга, значит, наверное, вы сердце в данном случае в этом вопросе рассматриваете буквально как орган анатомический. И вот здесь тут же подчеркнуть, что, конечно же, святые отцы, говоря о сердце и размышляя о движениях сердечных, имели в виду не анатомический орган. Ни в коем случае. Дело в том, что терминология, которую мы часто используем, дух, душа, сердце, ум, я подчеркиваю, в богословском контексте, не является абсолютно выверенной, например, с математической точки зрения. Понимаете, здесь все время есть некоторые двиации смыслов. Поэтому очень часто нам сложно с вами судить, что конкретно имели в виду святые отцы, употребляя термин, в одном случае сердце, в другом случае ум, в другом случае душа. Сложно. Но общий контекст их посланий и писаний примерно таков. Речь идет о некой сердцевине, о неком средоточии души человека. Ну, скажем так, о некой глубине, если ли сердцевине. То есть сердце в данном случае рассматривается не как орган анатомический, конечно же, нет. А именно как глубина, таинственная глубина души человека. Безусловно, нам крайне интересно, как это соотносится с современной терминологией, с современными понятиями, в том числе и научными понятиями. Что мы можем в параллель, ну, не противопоставить, а предложить в параллель термину сердца тому, как понимали цветы отцы. Наверное, самое близкое понимание или самое близкое толкование с научной точки зрения вот этого понятия сердца будет, ну, примерно следующее. Наверное, это мотивационно-эмоциональная сфера нашей психической деятельности. Да? То есть вот те механизмы, если мы говорим уже о физиологии и механизмах, а она здесь имеет место быть, вне всякого сомнения, то есть те механизмы, которые формируют наши мотивации и наши эмоции, и которые находятся, как бы, действительно в подчиненном состоянии по отношению к нашим рассудочным способностям, к аналитическим способностям, к интеллектуальным способностям. А, скорее всего, под термином «голова» вы подразумевали некую рассудочную деятельность, интеллектуальную деятельность. И в этой связи, конечно, можно сказать, что чувства имеют большее отношение вот к этой мотивационно-эмоциональной сфере деятельности мозга, нежели к интеллектуальной, рациональной, аналитической, ну и так далее. Отец Константин, подскажите нам, как научиться управлять своими чувствами? Вопрос очень сложный. Вряд ли я могу в полной мере ответить на этот вопрос. Конечно же, вы знаете, мне кажется, в современном мире вот это искусство, кстати, во многом утеряно. В полной мере искусством управлять собой владели святые отцы. И, кстати говоря, они ставили перед собой такую важнейшую задачу. Подчинять себе различные чувства, влечения, впечатления. Отметим, быть очень внимательными к своим впечатлениям, внимательными к тому, что входит в нас, что мы переживаем, чем занят наш внутренний мир. Это очень важные моменты. Человек формирует свою душу всеми своими мыслями, всеми своими желаниями, которые он принимает или не принимает. В этом сфере действительно возникает колоссально актуальная задача владения или управления или наведения порядка в своем внутреннем мире. Поэтому ваш вопрос, хочу подчеркнуть, крайне актуален. Как же научиться управлять? Ну, что здесь можно сказать? Давайте читать святых отцов. Вот. Там дано очень много советов. Первый момент. Быть просто для начала внимательными к своим мыслям, к своим душевным движениям, к своим впечатлениям. Святые отцы подчеркивают стадийность. Например, стадийность развертывания той или иной мысли или того или иного желания. Желание не возникает сразу, мгновенно, в полной мере и со всей своей силой. Есть определенные стадии развития желания. На первых из двух у человека достаточно сил как бы отвергнуть то или иное желание, как только произошло мое опознание или дана оценка этому желанию. Например, желание внезапно возникло по тем или иным причинам. Причины сейчас не будем обсуждать, это могут очень разные причины. Но вот оно возникло. Человек тут же вправе дать оценку, нравственную оценку. Это желание, я принимаю его или не принимаю? Еще раз причинем, на нравственных основах, на основах заповедей Христовых. Например, мы говорим, что желание греховное. Вот если мы эту оценку сделали в самом начале, самый первый момент возникновения желания, у нас достаточно сил его отвергнуть. Или, применяя интеллектуальные рассудочные усилия, сказать, нет желания, я тебя не принимаю в самом начале. Но если желание развилось, если мы ему дали волю развиться, если оно уже от себя производит многие-многие ассоциации, фантазийные картины и так далее, вот здесь его побороть очень и очень сложно. И человек принимает его за истину и подчиняет свою волю вот этому желанию. Именно поэтому весьма актуальная задача внимательно отношения к своим чувствам. Давайте еще раз подчеркнем, чувства не возникают мгновенно, они всегда развиваются. их очень легко остановить или приостановить или направить в другое русло на первых стадиях развития, когда они еще не обладели в полной мере своей силой и мощью. Если мы дали им волю или возможность развиться в полной мере, то остановить их бывает практически невозможно, об этом предупрежали святые отцы. Собственно, именно так гибель человека и происходит. Ну, гибель по отношению к вечности, да, то есть падение в тот или иной грех, когда человек просто, скажем так, проворонил возникновение тех или иных чувств. Когда чувство возникло, оно очень сильно, врачевать его очень сложно. Читая «Жития святых отцов», мы видим, какая бывает сложная, скажем так, жестокая борьба по отношению к тем или иным чувствам со стороны святых отцов. Но заметьте, они ведь ставят перед собой задачу побороть эти чувства. А современный человек сейчас даже и не ставит такую задачу. Но если она актуальна, если она возникла, необходимо признать, что, возможно, такая сила чувств, которую побороть не удастся самому, своими силами. И буквально остается только молить, молить Бога, вопрошать к Богу, «Господи, дай мне сил, дай мне благодати», преодолеть и как-то погасить вот эти вот внутренние очень сильные душевные движения. Кстати, в «Стых отцах» это описано, когда такие просьбы были весьма актуальными, Господь слышал и как бы гасил в телены греховные движения. Наше сердце бывает сдается под устойчивым натиском нашего разума. То есть, если мы себе настойчиво говорим, что это нехорошее желание, что ему надо противостоять, в конце концов, ведь правильная настойчивость, разум одерживает победу. Но беда в том, что вот кто кого победит с самого начала, кто быстрее возьмет этот приоритет в свои руки, желание или разум. Спасибо, отец Константин, за очень полезную для каждого из нас беседу. К огромному сожалению, нам с вами пора прощаться. Спасибо. На пользу вам и всем смотрящим. Дорогие телезрители, еще с античных времен миру известна мысль «Познай самого себя». Святые преподобные отцы церкви говорят о том же, подчеркивая важность познания себя в деле спасения души. К этому можно добавить слова великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина «Учитесь властвовать собой». Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова